Сегодняшняя наша цель и задача обсудить одну очень интересную идею, которая вот только-только появляется на рынке России, СНГ, Европы и Азии. И я вот бы сейчас хотел поговорить о такой нише, о трендовой нише, которой в России вообще нет абсолютно практически полный ноль. Только-только небольшие зародыши начали соответственно появляться. Я бы хотел сейчас поговорить о рынке конопли. Достаточно интересная индустрия, у разных людей она вызывает абсолютно разные картины, но тем не менее, что же сегодня такое вообще конопля? Конопля – это очень уникальное растение, из которого можно произвести 25 тысяч видов различных соответственно продуктов. И это может быть и одежда, и ткани, это и экопластик, это и одноразовые пакеты, строительные материалы, мебель, бумага, веревки, канаты, мешки, может быть, помните, кто постарше. Биотопливо используется в автомобилестроении. Я знаю, что такие крупные немецкие концерны, как BMW и Mercedes в составе своего экопластика используют в составе коноплю. Поэтому конопля – это уникальное растение, которое используется в разных направлениях. Но чуть больше мне бы хотелось все-таки затронуть тему не только каких-то бытовых товаров или текстилей и так далее. Мне бы хотелось затронуть именно коноплю и один уникальный препарат, который называется CBD или канабидиол на русском языке. Это продукты для здоровья и уход, соответственно, за телом. И я дальше буду говорить о цифрах, потому что я сам по себе человек, как бы, статистики и цифры, они на многие вопросы отвечают огромному, соответственно, количеству людей. И вот этого продукта, CBD, его нет на российском рынке. Но рынок начинает формироваться. И, вы знаете, 10 лет назад и даже там в Америке, в Европе не было такой продукции. Ну, практически не было. А сегодня это просто бум. И чем же так полезна конопля и чем же так полезна конопляное масло с высоким содержанием CBD, как канабидиола? Потому что она является очень революционным продуктом для жизни человека. И это такие очень сложные там заболевания, либо там отклонения у человека, как онкология, как рассеянный склероз, как болезнь Альцгеймера, как болезнь Паркинсона, психозы, различные стрессы, там социальные фобии, эпилепсии и многое другое. То есть, другими словами, это продукт, который направлен на иммунно-нервную систему. А вы знаете, что иммунитет – это наше здоровье, да? А, соответственно, само состояние психическое тоже зависит от того, в какой среде мы живем, что нас окружает, какие продукты мы там кушаем и многое другое. В общем, иммунная система очень важна для человека. Я не знаю, кто как из вас относится к теме здоровья, но я отношусь достаточно серьезно, потому что я считаю, что человек не может быть счастлив, если он там болеет, либо у него какие-то серьезные отклонения и так далее. И оборот индустрии только в Америке, да, оборот индустрии конопли и непосредственно самого конопедиола, который так уникален и так полезен для организма человека, неважно, это ребенок или взрослый человек, неважно, это человек какими-то заболеваниями, либо отклонениями, или это абсолютно здоровый человек, который поднимает продукт для профилактики. То есть, оборот этой индустрии составляет 500 миллионов долларов только в одной Америке. К 22-му, ну, почему я говорю только Америка, потому что это такой передовой рынок, потому что в остальном мире этого, ну, в меньшей степени, да, там Европа, да, активно сейчас подключилась, но в меньшей степени, в основном это Америка. То есть, 10 лет назад, соответственно, начались вести там различные разработки технологические и так далее. Вот, и к 2022-му году оборот, соответственно, этой индустрии будет составлять до 20 миллиардов долларов, то есть он увеличится, ну, там, в 40 раз. И к 2023-му году во всем мире прогнозируют, ну, специалисты, что этот оборот вырастет до 40 миллиардов. То есть, другими словами, ребят, это просто огромнейший рынок, в котором сосредоточено огромное, соответственно, количество денег. И мы, соответственно, можем с вами быть сопричастными к нему, да. На настоящий момент в Америке около 10 тысяч компаний, которые занимаются производством и реализацией продуктов с каннабидиолом. И среди них и традиционные компании, среди них и компании сетевого маркетинга и прямых продаж, то есть, ну, это все вместе. В Европе около 5 тысяч компаний на всю Европу, которые занимаются реализацией и производством продуктов, соответственно, из-за самой каннабидиолы и содержанием каннабидиола. Если мы говорим про Россию, если честно, я российских производителей вообще не знаю. Я знаю, что у нас отчасти есть немножко там каннабляного масла, какой-то каннабляный протеин, но это не продукты из CBD, это не продукты с каннабидиолом. Вот. Поэтому у нас абсолютно пустой рынок. И у нас сегодня с вами есть уникальная возможность начать этот рынок создавать. Это большой тренд, это большая ниша, которая нам в настоящий момент вообще абсолютно никем и ничем не занята. И я бы сейчас хотел немножко рассказать о компании My Daily Choice. Это американская компания, которая уже существует как 5 лет на рынке с 2014 года. Она зарегистрирована в Америке, в городе Лас-Вегас. И, соответственно, она динамично развивалась вот эти 5 лет на внутреннем рынке Америки. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что компания сформировалась внутри страны, где высокая конкуренция по продуктам, где высокая конкуренция среди сетевых компаний. И компания занимает сегодня лидирующее место во всем мире по реализации этой продукции. Дальше. На рынке Европы они с ноября 2019 года. Весь остальной мир у нас абсолютно, соответственно, пустой. Дальше. У компании свое собственное финансирование. Нету сторонних каких-то акционеров, которые могли бы повлиять на развитие, соответственно, компании. Это тоже бывает абсолютно разная история, когда компания двигается. Но потом, когда внешние, соответственно, инвесторы начинают влиять на развитие компании, с компанией не всегда все в порядке, становится все хорошо. Компания My Daily Choice вошла в эти 13 компаний из 10 тысяч. И это единственная компания, соответственно, прямых продаж и сетевого маркетинга. Дальше. У компании очень сильная динамика роста. И вы можете видеть график перед своими глазами, что в 2015 году, ну, я знаю статистику, компания сделала. В 2014 была регистрация. В 2015 был 1 миллион долларов товарооборота в первый год. Это было самое начало. В 2016 году 5 миллионов долларов. В 2017 году это уже 10 миллионов долларов. И в 2018 году, соответственно, компания в свою линейку вводит продукцию с каннабидиолом CBD. И, соответственно, просто взрывается и делает просто потрясающий рост. Товарооборот вырастает в 10 раз всего лишь за один год в одном рынке именно Америки. И сегодня это 100 миллионов долларов в 2018 году. В 2019 год это более 170 миллионов долларов. Ну и, соответственно, сейчас идет 2020 год. И к концу года мы посмотрим, какую динамику выдержала компания. Но только в прошлом году мы начали, я еще раз говорю, мы начали заходить на рынок Европы, Азии и так далее. Россия вообще абсолютно пустая. Казахстан пустой. Украина пустая. Белоруссия пустая. Об этом продукте вообще практически никто не знает. Мне очень нравится маркетинг-план компании. Об этом я более подробно попозже расскажу. Дальше. Уникальная продуктовая линейка, как я сказал, да, потому что сегодня очень много предложений на рынке, много прекрасных сетевых компаний. Но, друзья, все очень сильно похоже друг на друга. То сегодня продукты CBD люди не смогут нигде купить в России. Если не через нас, то, в принципе, нигде. Ну, можно только в Америке заказывать. И то для того, чтобы этот продукт попал на территорию России, должна быть специальная сертификация. Поэтому, к сожалению, наш русскоязычный потребитель пока ограничен в покупной способности этой продукции. Вот. Поэтому мы сразу кардинально отличаемся от всего того, что есть, соответственно, на рынке. И это делает нас уникальными. И следующее – это профессиональная команда. Я с некоторыми топ-менеджментом компаний знаком, с вице-президентом по международному развитию. Буквально на прошлой неделе у меня был Zoom. И мы общались по поводу именно открытия российского рынка, какие необходимо сделать условия и так далее. Очень профессиональные люди. Они этим занимаются достаточно давно. И это важно. Потому что важно, с кем ты сотрудничаешь. Важно, кто стоит у руля. И я прям два слова хотел бы сказать о CEO или о президенте компании. Потому что это достаточно молодой человек, но очень талантливый, очень дальновидный, да, очень амбициозный. И он сам в прошлом сетевик. Это Джош Зваггерс со своей прекрасной супругой Дженой. Он в 18 лет попал в индустрию сетевого маркетинга. В 23 годах он стал топ-лидером и уперся уже в потолок по доходам и по развитию. И в 2014 году он принял решение открывать свою собственную компанию, да, соответственно, зарегистрировал и начал, соответственно, двигаться. Подобрал продуктовую линейку и, соответственно, начал стартовать. Сегодня ему 29 лет. И компания, ну, входит в одну из самых динамично развивающихся компаний прямых продаж на территории Америки и вообще в целом в мире сейчас, на настоящий момент. Его супруга Джена, она практикующий сетевик, она непосредственно находится в самой сети и работает с дистрибьюторами Business for Home, портал. То вы можете увидеть, если вы отсортируете по доходам, то Джена стала чеком номер один во всем мире. Потому что только за прошлый год ей как сетевику, как сетевому предпринимателю удалось заработать более 12 миллионов долларов за один только лишь 2019 год. Это, опять же, это говорит и о достаточно интересном маркетинг-плане, потому что далеко не во всех компаниях можно зарабатывать такие деньги в очень короткий срок. Еще там 20-30 лет назад это просто были нереальные какие-то цифры, их могли зарабатывать только люди, у которых было огромное международное развитие и так далее. А этот результат был сделан практически в рамках одной страны. Хорошо. Поэтому у руля стоят профессионалы, и тоже очень важно, почему я делаю такой акцент, потому что, друзья, очень часто бывает, что, допустим, ну, собственники сетевых компаний, это просто традиционные предприниматели, которые инвестируют в эту индустрию, допустим, деньги, но они сами не являются, они не были никогда в нашей шкуре. Они не знают, что такое работать в полях, работать с людьми и так далее, то эти люди непосредственно всю свою жизнь посвятили этой индустрии, и они, соответственно, понимают. Благодаря этому они правильно разработали маркетинг-план, систему мотивации, инструменты и все остальное. Поэтому сетевик сетевика поймет лучше всего. И это очень хорошо, потому что очень часто в компаниях бывает конфликт между администрацией компаний и, соответственно, непосредственно самими сетевиками. Какая же продуктовая линейка есть в компании? Это первая трендовая линейка, это продукты CBD, и это разные продукты, абсолютно разная линейка, это и масла, вот именно CBD, которые являются основным продуктом, это и косметика уходовая, это и уход за волосами, продукты для животных, там есть интересные жевательные конфетки для детей, все, что связано с коноплей. Второе направление, вторая линейка, это питательные спреи, это тоже инновационный достаточно продукт, о нем подробнее немножко чуть позже расскажу. Следующий момент, это эфирные, соответственно, масла мантра, это тоже определенный мировой тренд, и если вы немножко поанализируете сетевой рынок и посмотрите, что в первую десятку сетевых компаний в мире по товарообороту входят две американские компании, которые занимаются только эфирными маслами. Поэтому Европа, Запад, Азия очень хорошо используют эфирные масла и много достаточно компаний, которые занимаются производством и реализацией эфирных масел, то у нас в России просто нету такой культуры, ну и в принципе мы можем ее вместе с вами начать создавать. И также есть еще отдельное направление, это туристический сервис, благодаря которому мы можем с вами бронировать отели, гостиницы по всему миру, соответственно, круизы, покупать билеты на самолет, аренду автомобилей совершать и так далее. То есть есть туристический сервис, но об этом подробнее мы поговорим потом, когда будем разбирать каждую линейку из продуктов. Я хочу рассказать о спреях, почему? Потому что это первый продукт, который мы с вами сможем заказывать и потреблять для своего использования, и благодаря которому мы сможем выстраивать в компании товарооборот, соответственно, с этого товарооборота зарабатывать деньги. Потому что для того, чтобы завести другие продукты, такие как CBD, необходима будет специальная сертификация, и это мы сможем сделать, когда компания официально зайдет на рынок. Поэтому в ближайшие полгода мы будем работать на этапе предстарта, и после того, как мы сделаем определенные условия, уже тогда мы с вами спокойно сможем заказывать продукт, потому что компания откроет официальное представительство в России. Есть шесть спреев, шесть направлений. Первый продукт – это спрей «Шилк», который балансирует pH, соответственно, в организме человека. Он содержит коралловый кальций, он наносится под язык, и это новая технология, которая позволяет на 90% усваивать полезные, питательные, все необходимые вещества в данном препарате. Потому что если мы сегодня будем с вами потреблять какие-то витамины, биологические активные добавки или продукты какие-то для здоровья просто через желудок, через кишечник, то из всей пользы, которая есть в данном продукте, мы сможем усвоить лишь 20%, максимум до 30%. То, соответственно, эта новая технология позволяет до 90% усваивать этот продукт. Дальше. Следующий продукт – это буст. Это продукт, который повышает энергию. Кто-то, допустим, энергетики пьет, ну, соответственно, можно использовать более натуральный, не содержит ни спирта, ни сахара, ни подпластителей, и, соответственно, человек достаточно активно начинает себя чувствовать. Дальше. Следующий – это брайн усиливает мозговую деятельность, содержит необходимые препараты, которые позволяют человеку как бы фокусироваться, люди начинают, ну, лучше начинает работать мозг и так далее. Следующий продукт, который, я думаю, актуален большому количеству людей – это Трим-365. Это препарат, который подавляет аппетит и помогает регулировать, соответственно, вес человека, чтобы не было перееданий, чтобы не было лишних перекусов и так далее. То есть снижает чувство голода. Следующий препарат – это, соответственно, Слип. Ну, само название говорит само за себя – Спокойный сон, потому что сегодня очень много людей сон потеряли из-за коронавируса, из-за стресса. И благодаря этому продукту за 10 минут до сна, его, соответственно, брызгаешь в рот и спокойно засыпаешь и достаточно хорошо спишь, высыпаешься. Вот. И продукт ПИК, да, следующий – это продукт, который улучшает и дает пользу для иммунной, соответственно, системы. Маркетинг-план достаточно сбалансированный. И очень важные показатели, на которые стоит обратить внимание – это сколько компания отдает в сеть. И если мы говорим от баллов, это 85%. Да, это для сетевиков, для сетевых предпринимателей, которые понимают, что это такое. Для людей, которые, возможно, не понимают, что такое баллы, это 58% от денег. То есть если продукт, к примеру, стоит 100 долларов, то 58 долларов на всю сеть компания отдает в виде вознаграждений за проделанную работу. И это достаточно высокий процент. Я практически не знаю товарных компаний, которые бы отдавали такой большой, соответственно, процент в сеть. И несколько видов бонусов. Это розничный бонус. Это рекомендательный бонус. Это когда вы приглашаете партнеров. Розничный бонус направлен, соответственно, на сами продажи. Ну, кому нравится, может продавать. Мы в основном, конечно же, не бегаем, не продаем продукт. Мы выстраиваем бизнес-модель и из этого зарабатываем деньги. Поэтому рекомендательный бонус – это за приглашение новых партнеров 50%. Соответственно, бинарный бонус – от 10 до 20%. И очень часто встречал людей, которые говорили, что, ну, вот бинарный маркетинг-план. Мне там, может быть, не совсем нравится. Хотя этот маркетинг-план, он гибридный. Он не только является бинарным, он гибридный. Потому что он содержит в себе и уни-левел, он содержит в себе и бинарные бонусы, и мэтчинг-бонусы, и чек-чека. И он содержит и элементы, соответственно, классики. Поэтому нельзя его назвать целиком бинарный. Он гибридный. У этого маркетинг-плана он настолько просчитан и настолько выстроен из системы, что она позволяет зарабатывать только лишь по одному бинарному бонусу в месяц 5 миллионов долларов. И это достаточно баснословная сумма, потому что, ну, я больше 100 тысяч долларов в неделю не видел ни в одной компании. То есть 400 тысяч долларов потолок. Здесь 5 миллионов. Ну, поэтому я не удивлен, почему чек номер один в компании зарабатывает, ну, больше миллиона долларов в месяц. Потому что сам по себе маркетинг-план позволяет это сделать. Дальше идем. Это лидерский или мэтчинг-бонус до 10 уровня. Если ваш лидер находится даже на глубине на 10 уровня, вы имеете возможность, соответственно, получать чек с чека. Но об этом подробнее, когда будем разбирать маркетинг-план. Дальше. Это за достижение рангов. И, внимание, ребят, также бонусы. От 500 до полумиллиона долларов. Это только единоразовая выплата как в виде премии за достижение ранга. То есть это не основной бонус, но он достаточно существенный. И только можно получить 500 тысяч долларов за то, что ты сделал определенную работу. Дальше. Также есть автомобильный бонус на ежемесячной основе, который выплачивается от 150 до 1000 долларов. Представительский бонус от 2 до 100 тысяч долларов. Это уже на ежемесячной основе. И бонус из глобального пула. И всегда очень часто людей интересует вопрос, каким образом я смогу выводить свои средства. То я такого тоже практически нигде не видел, где у компании есть ряд выводов. То есть как можно выводить деньги. И это первое. Это американская карта Payner. Второе. Это биткоин-кошелек. Вы можете и оплачивать продукт биткоином. И, соответственно, получать комиссионный биткоином. Дальше. Это может быть у вас банковский счет. Несколько способов вывода. И какой вам больше подходит и удобен, вы можете его использовать. А теперь варианты сотрудничества. И первый самый важный момент это то, что сама регистрация в компании, она бесплатна. То есть вам ничего не надо платить для того, чтобы начать зарабатывать. С одной стороны, это хорошая новость. С другой стороны, если вы сами не купили никакого продукта. И его не пробовали. Как вы его сможете рекомендовать другим людям. Для тех людей, которые относятся серьезно к этой деятельности, конечно же, необходимо приобрести стартовый пакет. И первый стартовый пакет, он стоит 90 долларов. В него входят три спрея. Директорский пакет стоит 170 долларов. Это вместе с доставкой в него входит 8 спреев. И, соответственно, экзекутив пакет, он стоит 320 долларов вместе с доставкой. В него входит 20 спреев. И чем больше пакет, тем цена на продукт снижается. Потому что такая мини-оптовая получается закупка. Хотя здесь нет абсолютно никакого затоваривания. Под итог. Первое. Это, конечно же, сама трендовая идея. То есть этого тренда нет. И мы, ребята, реально первые, кто будем его создавать. Вот я прям в таком хорошем предвкушении, когда я вообще говорю с людьми конопля, или когда сейчас мне люди задают вопрос, Андрей, чем ты занимаешься? Я говорю, занимаюсь коноплей. А все улыбаются, и всем интересно в этой теме разобраться. Потому что это что-то уникальное. Второе. Это уникальный продукт, который на территории нашей страны ни один человек практически не может приобрести. Поэтому мы будем одни из самых первых, которые будут продавать уникальный продукт, который просто несет огромнейшую пользу для организма человека. Я уже об этом говорил. Дальше. У нас абсолютно пустой рынок. Нету еще никого на этом рынке. И мы его, соответственно, будем создавать. И вы сами знаете, буквально с одной девушкой вчера общался, и она сказала, я не хочу ни за кем донашивать тапки. И я подумал, что ты имеешь в виду? Она говорила о том, что я не хочу уже работать на рынке, который стоптали все подряд. И когда я прихожу, там, 101-е, 105-е, 110-е и так далее. Поэтому я думаю, что мое сегодня предложение услышать люди, которые являются в некотором роде, ну, новаторами, которые способны увидеть эту перспективу, когда абсолютная целина, когда нету еще ничего, но которые примут на себя вызов и эту интересную трендовую идею продвинуть на рынке России и стран СНГ. Дальше. Это легально, надежно, долгосрочно. Это товарное направление. И это то, что стабильно. Это то, что легально. Это то, что можно развивать не только в России, во многих странах. И это то, что будет пользоваться спросом и сегодня, и завтра, и через 10, и через 15 лет. И тренд этот не изменится. Это очень важно, чтобы создать где-то пассивный, для кого-то резидуальный, для кого-то активный доход и так далее. Дальше. Очень важный момент – это сбалансированный маркетинг-план. И абсолютно любой человек, проявив любую активность, соответственно, в компании, будет зарабатывать. Ему не надо будет делать какие-то запредельные там квалификации или там удерживать эти квалификации для закрытия там товара оборота с напрягом. То есть маркетинг-план настолько грамотно продуман, он прям конкретно для людей. Дальше. У нас есть прекрасная возможность вести бизнес не только на земле, но и в интернете. Я, наверное, в последнее время, последние 4-5 лет в основном весь бизнес вел в интернете. Также у нас планируется в ближайшие пару месяцев уже структурировать и сделать систему онлайн-ринкрутинга и обучения. Но об этом немножко позже, и это будет тоже эксклюзивным достаточно таким предложением как бы на рынке. Потому что у нас будут все процессы в принципе автоматизированы. Не надо будет быть гением для того, чтобы просто подключить человека, провести его через систему, и из него там через какое-то количество времени может быть профессионал или полупрофессионал сетевого маркетинга. Дальше. Ну и у нас достаточно серьезная подбирается сейчас команда профессионалов непосредственно от тех ребят, которые сейчас находятся на территории России, которые уже разобрались и приняли решение с нами сотрудничать, до людей, которые находятся выше нас. Это я непосредственно общаюсь и сотрудничаю с первым человеком из Европы. И на все вопросы в принципе он отвечает. И вышестоящий спонсор у нас из Америки, получается, куратор, тоже долларовый миллионер. И при выполнении определенных условий мы договорились о том, что он даже может прилететь в Россию и помочь в развитии бизнеса именно здесь. Это уникальный человек, который заработал больше 53 миллионов долларов из сетевого маркетинга. Ну вот они основные моменты, выгоды и преимущества. Продолжение следует...